Территория поселка 40 гектаров. Это почти столько же, сколько занимает район Игершельда. Сейчас на территории построено 50 каркасов домов, а всего планируют построить более 250. Четыре года назад правительство Российской Федерации решило объединить преподавателей всех вузов Приморского края и сотрудников Дальневосточной Академии Наук и постановило построить для них отдельный поселок. Во Владивостоке для этого выделили бухту Навик на Русском острове. При этом преподавателей переезжать никто не заставляет. Это дело добровольное. По проекту в поселке предусмотрены четыре вида построек. Индивидуальные одноэтажные и двухэтажные дома. Так называемые таунхаусы на двух хозяев и многоквартирные трехэтажки. При этом застройка не шаблонная. Каждый вид подразделяется еще на несколько типов. Кому какой достанется решили еще четыре года назад. Были определенные условия, чтобы попасть в это же СК. И по определенным условиям проводился конкурс. И в свое время было набрано 400 членов кооператива. Каждый писал член кооператива заявление на тот тип застройки, которую он хотел. К слову, бесплатно новому жилищному кооперативу выделили только землю. Все остальное преподаватели должны оплатить сами. Правда, сейчас правительство пообещало профинансировать и строительство всех городских сетей, что значительно уменьшит траты будущих жильцов. Здесь будут построены газ, канализация, водоснабжение централизованное, электричество и асфальтовое покрытие. Если правительство выполнит обещание, то квадратный метр обойдется преподавателям почти в 50 тысяч рублей. При таком раскладе за самый популярный вид проекта «Одноэтажный дом» будущий хозяин заплатит 4,5 миллиона, а за самое дешевое жилье в многоквартирном доме – 1 миллион 800 тысяч. Кстати, для строительства используют газобетон. И по словам специалистов, зимой в таком доме будет тепло, а летом не жарко. Значит, у нас несущая способность выполняет блок, потом идет утеплитель, потом идет воздушный зазор, потом идет внешняя отделка. К слову, планировка внутри домов свободная, и заселившись, можно будет при необходимости достроить какие-то стены или даже этажи. Фундамент и каркас для этого достаточно прочные. К тому же территорию вокруг дома тоже можно использовать, как пожелается. Общая площадь получается 10 соток участка. Сам дом занимает сотку, спереди там две сотки, и оставшаяся часть находится за домом. Активное строительство поселка начали в апреле 2016 года. На все работы планируют потратить чуть больше двух лет и заселить всех одновременно после полной сдачи участков. Заселение будет где-то июнь месяц, по графику июнь месяц 2018 года. Кстати, на дома в поселке помимо преподавателей могут претендовать и многодетные семьи. Им жилплощадь в бухте дадут бесплатно. Сейчас места в кооперативе еще есть, и каждую неделю по строящемуся поселку водят экскурсии для реальных и потенциальных будущих жильцов. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.